Вписанная в треугольник ABC окружность касается его сторон в точках H'B' и C'. Точка L – середина H'B'. Докажите, что угол А'B' тухой. Так, ну вот чертеж. Чертеж-то я понял. А что нужно сделать? Нужно доказать, что угол А'B' тухой. А, Л, Б? Да. Ну, во-первых, треугольник А'C'B' равнобедренный. Потому что касательный. Да, потому что касательный. То есть, C'L – это медианная высота и бисектриса. Да, конечно. Но введем стандартное значение сторон ABC и полупериметр. Но поскольку C'L – бисектриса, то C'L – это полупериметр минус C на косинус гамма. То есть, вот это угол – это гамма. Вот. Напишем теремму косинусов в… Сейчас, P-C – это длина отрезка С'B'. Это просто формула для отрезка касательных. Да. Косинус гамма – это половина угла А'C'. Да, нет, гамма. Вот. Хорошо понял. Напишем теремму косинусов в треугольнике А' и С. Ну и теремму косинусов в треугольнике В' и С'. Пересложим эти равенства и вычтем из них С квадрат. И дальше просто будем упрощать это выражение. Ну вот это по теремме косинусов в треугольнике АВС равно 2В косинус 2 гамма. Отсюда мы сможем вынести 2 на В минус С. Ну вот это – это минус В. И вот это выражение мы поделим на… Я начал понять, что вы вообще получили. Вы получили сумму квадратов АЛ квадрат и БЛ квадрат, так? Что нужно нам для того, чтобы знать тупой угол и острый? На самом деле нужно вот из этого выражения вычесть С квадрат, правильно? Да. То есть надо узнать, это больше, чем С квадрат или меньше, чем С квадрат? Нет, я написала сразу минус С квадрат. А, то есть сейчас надо узнать положительное это выражение или отрицательное? Сейчас. Мы косинус квадрат гамма – это 1 делить на 1 плюс тангенус квадрат гамма. Ну, по… Ну, есть такая форма. Вот. Ну и напишем косинус 2 гамма через тангенс гамма. Сейчас. Давайте поймем, чем мы вообще занимаемся. Мы сейчас пытаемся выяснить положительное это выражение или отрицательное. Так? Да. Неужели это не очевидно? Мне легче через тангенс гамма. Потому что тангенс гамма – это P-R делить на P-C. Ну, хорошо, делайте, как вы хотите. Ну, я думаю, что это вряд ли для этого их единственный способ. Наверняка может как-то и все-таки по-другому. Проверь, это тот счастливый случай, когда запоминать ничего не надо, да? То есть надо просто понимать, что задача решается при помощи длинного счета. Ну, в общем, вот это – это косинус двойного угла через тангенс. Ради бога. Вот. Значит, ну, нам нужно проверить положительный числитель или отрицательный. То есть вот это выражение. А, B на один июль. А, то есть номинация получилась один июль уже. Поэтому действительно… Разделим он на один июль. Она написала форму просто. Косинус для… Косинус, да. Косинус квадрат. И косинус двойного угла она написала по стандартным формулам через тангенс. Знаменатель получился счастливым образом один и тот же. Да, а что дальше? Ну, дальше посмотрим на выражение А, B минус… П на B минус С. Ну. Ну, просто подставим, заменим полупериметр. Заменим, заменим. Давайте только быстрее. Ну, вот это выражение – это разный квадрат. Т.е. это… П минус С на п минус Б. А теперь посмотрим на тангенс гамма. Тангенс квадрата гамма. Ну, тангенс гамма – это R делить на P минус С. Ну, если… Если посмотреть на такой прямоугольный треугольник, то тангенс гамма – это действительно R делить на P минус С. Просто по поделению тангенса. Да. Ну, радиус… Это радиус списанной окружности. Да. Радиус списанной окружности – это площадь треугольника делить на полупериметр. Тоже верно. Ну, площадь треугольника по формуле Герлона – это P на P минус А на P минус С. Тоже хорошо. Вот. То есть, получается, что такое выражение – это P минус А на P минус B на P минус С. Это квадрат площади, вы пишите, да? Радиус квадрат – это вот такое выражение. Почему? Потому что надо, значит, площадь, чтобы получить R, надо поделить на полупериметр. Надо площадь в квадрате, поделить на полупериметр в квадрате. А, значит, полупериметр как раз исчез. Да, 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 все правильно. А P минус С тоже исчезнет. Да, ну да, вот сейчас. Так, откуда там вы написали P и P в знаменателе, я не понимаю. Ну, вот эта формула площади квадрата. И чего еще одна площади квадрата? Нет, да, формула площади квадрата. Вы уберите в обоих местах причем. Да, P минус С сокращается. Вот. Мы получили вот такое. И дальше 6. Просто отдельно пишем числитель. Числитель 9 на 1. Вот. И вот так нам нужно сравнить с нулемом. Ну, просто сокращаем P минус С, и дальше нужно сравнить. P, умноженное на P минус С, это надо сравнить с числом АВ, да? Но этим мы уже занимались сегодня один раз. Да? Да. Даже вот, как ни странно, на левой доске мы это уже делаем. То есть, второй раз давайте не будем. P на P минус С меньше, чем АВ. Отлично, спасибо. То есть, вот это, да? Да, 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 спасибо. Ну, значит. Я могу сказать следующее. По этому поводу. Ну, во-первых, даже молодец, что эту задачу решила. Во-вторых, по тому, что она делала, абсолютно есть очевидное замечание, как можно было эту фразу упростить. Все понимают? Может, нет или нет? Казанец может не на чувствовать. Нет, смотрите, чем она все время занималась. Работает с выражением P минус А, P минус B, P минус С. Понятно? Понятно. Вот, что она на самом деле должна была сделать с самого начала? Она должна была взять не АВС, а вот эти вот отрезки в качестве того, через что считать. То есть, P минус А, P минус B и P минус С, это надо было взять некие три величины X, Y, Z. Понятно? Да. И тогда все вычисления стали бы резко проще. По сути, ничего бы не изменилось. Просто вот этот вот вечный пересчет, вот эти P минус А, P минус B, его бы у вас не стало. Вот. Ну, а так, чего? В общем, надеюсь, все все поняли. Просто считаем, 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 куда же он. Все получилось. Вот, отлично.